Историческое открытие сделали челябинские строители. Начав рыть котлован в центре города, обнаружили остатки старого виноводочного завода. Он работал в Челябинске до революции и был крупным поставщиком ближайших уездов. Однако больше века скрывался под землей. Репортаж Ксении Кузнецовой. Строительную площадку для новой гостиницы к саммиту ШОС оккупировали археологи. На месте, где техника вот-вот должна была рыть котлован, обнаружен фундамент виноводочного завода. Гранитные стены шести цехов раступили из земли спустя сто лет. И теперь археологи слой за слоем снимают грунт специальными кисточками. Здесь очень интересен пол. То, что, наверное, современные люди сошли бы полным расточительством. Посмотрите, на глине уложено три слоя кирпича. Верхний, вы видите, выложен как паркет, такой вот елочкой. А для укрепления стены здесь вообще восемь слоев кирпича. Историческое открытие сделали строители. Фундамент старинного винокуриного завода обнаружили возле камерного театра. Известно, что производство принадлежало братьям Покровским. Здесь из готового хлебного спирта делали то, что сейчас мы называем наливкой. Спиртовой напиток со вкусом горьких трав и меда. Товар расходился по всем соседним уездам. Но после введенного до революционной России запрета на частный производство спиртного завод снесли. С 1895 года в России действовала так называемая винная монополия, согласно которой частные производители могли составлять спирт, но должны были сдавать его на казенные винные склады. А торговля всяческими, ну то есть лодкой, входила уже в прерогативу государства. В течение 100 лет о заводе не было никакой информации. На всех фотографиях древней члябы винокурни уже не было. А план производственных цехов в архивах не сохранился. Довольно известная и богатая семья Покровских ушла из бизнеса, оставив для археологов много загадок. Теперь ученые хотят выяснить, каким было назначение каждой комнаты и изучая строительные технологии 19 века. Кто-то говорит, что это очень похоже на ванну для замачивания кож, но она маленькая, да? То есть не целесообразно в таком небольшом объеме замачивать кожу. Есть вариант, что это, скажем, был туалет своеобразный. На месте раскопок уже обнаружили несколько десятков старинных вещей. Их передали на хранение в Краевический музей. Известно, что среди наследников семьи Покровских врачи и меценаты. А весь квартал раньше принадлежал только им. Вместе с фундаментом археологи раскопали и стены деревянных бараков, а там клад. Вчера при зачистке погреба нашел колесо. А так там был найден клад большой из монет. Эти бутылки тоже пролежали в земле сто лет, но все они привозные. К примеру, эта бутылка из-под пива приехала на Южный Урал из Лондона. Это жигулевское пиво из Самары, а вот эта бутылка медовухи и бутылка минеральной воды из Екатеринбурга. Данные своих раскопок археологи отправят в Москву, в Министерство культуры и Институт археологии. На федеральном уровне должны решить, взять ли под охрану найденный фундамент. Вместе с этим археологи обратятся и к застройщику. Предложат соколе возводимой гостиницы обустроить музей под большим стеклом, чтобы посетители видели старинную винокурню. Ксения Кринецова, Артем Большаков, ОТВ